Добрый день на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. Здравствуйте. Переболевшим коронавирусом медикам с начала пандемии перечислили более 1 миллиарда рублей. Всего было произведено почти 14 тысяч страховых выплат. Из них 30 по смертельным случаям на сумму более 82,5 миллионов. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на Республиканский фонд социального страхования. По данным регионального Минздрава, всего при исполнении обязанностей COVID-19 заразились более 11 тысяч медицинских работников. Это почти четверть от общего числа заболевших в республике. При этом 8 тысяч случаев инфицирования было зарегистрировано в 2020 году, что составляло 42% от общего числа заболевших. В Минздраве региона разницу в цифрах пояснили тем, что в отчет ФСС входят не только медработники, но и другой персонал, работающий в медучреждениях. И в продолжение темы. В Башкортостане следователи возбудили уголовное дело после вспышки коронавируса в детском лагере Стерлитамакского района. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской прокуратуры. В ведомстве сообщили, что в июле у 45 отдыхающих детей и одного сотрудника лагеря диагностировали COVID-19. Всего в детском учреждении на тот момент находились почти 400 человек, 344 ребенка и 47 взрослых. Прокуратура выяснила, что администрация детского лагеря не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновникам произошедшего может грозить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет. С учетом тех условий, которые сейчас происходят у нас в стране, с той охотой на ведьм, с тем массовым давлением, связанным именно с коронавирусом, с теми условиями и сейчас с массовой вакцинацией, я полагаю, что судебная перспектива указанного дела имеется и вполне возможно, что лица, допустившие массовое заражение детей и сотрудников лагеря коронавирусом, будут привлечены к уголовной ответственности. Отмечу, в Башкортостане случаи заболевания COVID-19 были выявлены в 10-ти летних лагерях. Всего, по данным регионального Минздрава, на сегодняшний день с диагнозом коронавируса госпитализировано более 100 детей. Всего с начала пандемии заразились 49,5 тысяч жителей республики, скончались от осложнения 814 человек. В Башкортостане продолжает расти спрос на вторичное жилье. За первое полугодие он увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводят аналитики крупнейших банков и ипотечных бюро, опрошенные телеканалом РБК Уфа. Доля обращения на оформление ипотеки на покупку вторички в среднем выросла на 10-20%. Так, к примеру, только за июнь Сбербанк выдал более полутора тысяч кредитов на покупку жилья, а с начала года 11 тысяч, что на 40% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, повышенный интерес к готовому жилью связан прежде всего с корректировкой условий госпрограммы по льготной ипотеке, а также низкие процентные ставки. Этому способствует несколько критерий. Во-первых, многие семьи решили улучшить жилищные условия благодаря программе сельской ипотеки, размер кредита по которому составляет 2,7%. Во-вторых, за первые полугодия 2021 года ставка кредита на вторичное жилье зафиксировалась на низком уровне, начиная от 7,7%. В-третьих, благодаря программе господдержки 2020, многие семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения первичного жилья. Тем самым они продавали свое вторичное жилье, в котором проживали до этого. По прогнозам экспертов рынка, высокий спрос сохранится вплоть до конца этого года. Некоторые кредитные организации ожидают увеличение доли купленного в ипотеку готового жилья до 70%. Такой прогноз дал федеральный представитель Абсолютбанка. Участники рынка ипотеки, которых в 2020 году привлекла низкая ипотечная ставка по программе льготного кредитования, под влиянием эмоций приобрели квартиры в новостройках. Позже осознали, что обслуживание ипотечного кредита плюс высокие затраты на ремонт и благоустройство удовольствием не из дешевых. И поэтому сейчас заметен возрастающий спрос на покупку именно готового жилья, в котором затраты на ремонт и благоустройство минимальные. Аналитики отмечают, повышенный спрос по ипотеке на вторичку объясняется более значительным ростом цен на новостройки. Вот по данным Росстата, цены на последние за полгода выросли на 12%, тогда как готовое жилье стало дороже лишь на 6%. 250 миллионов рублей могут выделить на создание технопарка высоких технологий IQ Park. Субсидию власти Башкортостана направят исполнителю проекта Республиканскому информационно-издательскому центру «Деловая литература». Следует из проекта распоряжения на сайте Госкомитета по предпринимательству. Ведомство совместно с Министерством финансов региона должно будет определить источники финансирования, а также проконтролировать целевое и эффективное использование субсидии. Напомню, технопарк разместится в пустующем здании на улице Закивалиди, который начали строить 10 лет назад, но так и не сдали в эксплуатацию. В 2018 году Республика выкупила часть помещения у фонда жилищного строительства за 966 миллионов рублей. Столько же заплатили за оставшиеся площади частному собственнику. Технопарк станет ключевой площадкой региона для развития инновационных проектов. Там разместят конгресс-центр, креативное пространство для неформального общения, локации для инновационных сервисов, конференц-зал, медиа-студию, эко-школу, деловой клуб и многое другое. Башкортостан оказался на 14-м месте из 27 возможных по зеленым инициативам. Рейтинг открытости регионов России к зеленому курсу составили эксперты российского отделения Greenpeace. В Республике экологи отметили 4 перспективные инициативы по снижению углеродного следа на транспорте, в энергетике, в сфере обращения с отходами и инвентаризации выбросов прониковых газов. Из негативных моментов эксперты назвали одно так называемое ложное решение – это переход на газомоторное топливо. Ложное решение – это технология или подход, который нельзя назвать экологически дружественным или климатически нейтральным. Так вот, ископаемый газ – это ископаемое топливо. Его сжигание также приводит к изменению климата, к выбросам парниковых газов. И есть технологии лучше – электрический общественный транспорт. Здесь можно ориентироваться, например, в городе Москвы. Третье место в нашем рейтинге, в том числе за счет того, что город планирует полностью перейти на электробусы в общественном транспорте. Лучше всего с зелеными инициативами дела обстают на Сахалине, считают эксперты Greenpeace. Там власти решили к 2025 году полностью избавиться от парниковых выбросов. На втором месте оказались Хабаровский край и Ленинградская область, где власти применяют меры по сокращению образования отходов и поддерживают использование товаров из вторсырья для региональных и муниципальных нужд. Хуже всего зеленые инициативы внедряют в Тверской, Воронежской, Ростовской, Амурской, Пензенской областях и Адыгеи. При этом эксперты отметили, на практике ни один регион России в своей деятельности пока не сделал все, что необходимо для стабилизации климата и достижения углеродной нейтральности. Поэтому цели рейтинга заключаются в нахождении потенциальных возможностей для регионов. Это были региональные новости. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.